Мы наблюдаем с третьего этажа, как там играют. Вместо площадки с тренажерами, частный теннисный корт. На территории Дубковской школы заработал новый спортивный объект. По задумке, ее ученики должны были заниматься там бесплатно. Но вместо этого они слушают шум бензогенератора и наблюдают за игрой теннисистов. А уроки физкультуры, как и до этого, проходят в спортзале. Одновременно занимаются несколько классов. При мощности образовательного учреждения 750 человек. Здесь учатся 1800. В свое время была договоренность, что туда будут выведены уроки физкультуры. Но данную возможность директор не предоставляет надувной конструкции на протяжении трех лет. И на диалог ни с родителями, ни с администрацией школы он не шел. Родительская общественность практически единогласно выступила против такого соседства. Всего за двое суток заявление подписали представители родительских комитетов 54 классов из 63, обучающихся здесь. Подходили родители, которые просто хотели очень поучаствовать в вопросе в этом. И подписывались у нас больше 200 подписей. Подписи мы собирали всего в течение двух суток, чтобы обозначить нашу позицию. Никаких разрешительных документов. До юра за Дубковской школой по-прежнему находятся тренажеры. Де-факто школьникам туда вход закрыт. Теннисные корты огорожены забором. И теперь родителям учеников совместно с районными властями предстоит решить непростую задачу – ликвидировать или легализовать. Он стоит здесь незаконно. Есть полное право обращаться и в правоохранительные органы, и в судебную систему о сносе. И либо самостоятельно предприниматель это сделает, либо мы найдем правовой механизм и просто зачистим площадку. То есть до юра этого объекта нет нигде. Уже в течение недели спортивное сооружение может быть ликвидировано, если предприниматель не выделит бесплатные дневные часы для уроков физкультуры. Правда, чтобы школьники перешагнули порог спортобъекта, бизнесмену необходимо получить разрешение Роспотребнадзора и пожарных. Впрочем, даже в этом случае его деятельность будет ограничена по времени. Сейчас решается вопрос о строительстве на этом месте пристройки к образовательному учреждению на 500 учащихся. Есть юридические сложности, что эта земля принадлежит Российской Федерации и передано безвозмездное пользование в НИИСОКУ. Коллеги тоже здесь рядом с нами. Алексей Васильевич и Солдатенко мы уже этот вопрос прорабатываем. Депутатов обратились с просьбой передать этот земельный участок в муниципальную собственность, чтобы мы могли уже приступить к проектированию и строительству. Наша областная дума подключится, потому что у нас есть несколько депутатов, которые курируют эту территорию. И, конечно, Государственная дума, я думаю, такая большая общая команда, мы общими усилиями. Но здесь вопрос стоит сейчас такой кричащий, я думаю, нужно решать уже достаточно короткие ссылки. После решения земельного вопроса начнутся работы по проектированию. В планах использовать типовой проект, а значит, это не займет много времени. К концу года он должен пройти экспертизу. Тогда возведение пристройки к Дубковской школе можно будет включить в государственную программу на 20-21 годы. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова